Этот урок для воспитанников секции Тхэквондо, пятой спортшколы, был необычным. Несмотря на то, что часть спортсменов уже имеет желтые пояса, некоторые секреты ведения боя они узнали впервые. Шлен, накладочки, бандаж, женский бандаж. Вы же терминаторным будете, правильно? И в этой атмосфере попробуйте шевелиться. Как сохранять энергию, правильно дышать и чем отличается классическая Тхэквондо от современного? На все эти вопросы будущим чемпионом ответил заслуженный тренер по Тхэквондо Республики Узбекистан, обладатель черного пояса, шестой дан Фахредин Умаров. Он воспитал много чемпионов Азии и мира. На встрече с сочинскими спортсменами Умаров акцентировал внимание ребят не только на физической подготовке, но прежде всего на мотивации. Когда родители, ваши родители приходят в спортивный зал, у них в голове должна одна мысль только – стать олимпийским чемпионом. Совершенность честь родины, семьи, сделать себе спортивную карьеру. А не так просто прийти, позанимался для себя, для любительских, для здоровья, чтобы постоять за себя. Это неправильно понять. Тот, кто решил заниматься олимпийским Тхэквондо, должен всегда думать о пьедестале, считает наставник. Не готов? Лучше попробовать другой вид спорта. Тем более, что в пятой спортшколе есть выбор. У нас в спортивной школе три отделения. Это настольный теннис, греко-римская борьба и Тхэквондо. Олимпийская Тхэквондо и Тхэквондо ИТФ. Ну, все условия для занятия спортом в нашей школе созданы. Открываются новые залы, проходят соревнования и мастер-классы. В пятой спортшколе сегодня занимаются более 800 человек. Занятия проводятся как по индивидуальным планам, так и групповые. Школа муниципальная и посещение секций бесплатное. Кстати, воспитанники этой спортшколы стабильно показывают отличные результаты на турнирах разного уровня. От городских до международных. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.